добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся по случайности так на жека семейным в лазаревском вот и со мной рядом как раз основатель компании прогресс по натяжным потолкам правильно я говорю вот зовут его михаил вот мы ласково называем его компанию и его людей мишками потому что у нас еще есть второй михаил который сейчас трудится в сочи вот чтобы как вы знаете что здесь очень тяжело с все-таки составом да именно бригад именно вообще людей которые не знают что мы хотим и когда я начинаю объяснять что мы хотим чаще всего люди просто убегают потому что они говорят что у нас почему-то завышенные требования вот я не знаю с чем это связано вот но когда люди платят деньги нам они говорят что это дорого до часто говорят дорого но при этом спасибо да но это это потом до этого надо дойти миг вот что хотелось бы какой формат сегодняшнего видео мы раньше записывали с кондиционер щекам видео с разными в общем людьми по отдельности да для того чтобы вы понимали больше немножечко чем как сказать чем чем простой обыватель да и ради этого как раз вот записываются такие видео вот и формате сейчас общения я думаю мы попробуем рассказать намного больше потому что у нас тем таких про премиум-класс про все дела то есть но это очень очень сложный такой затяжной процесс сейчас мы поднялись давай на конкретном примере у нас есть премиум-класс квартира 56 квадратных метров и что вот что 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 можно рассказать у нас там будет парящие потолки у нас там будут всевозможные продольное освещение да это так называем линейные да ну вот в общем давай миха рассказывай потому что ну что что сказать все будет по крайней мере очень все дорого дорого и очень красиво не каждому это по карману сто процентов люди я так думаю что люди все будут смотреть на его квартиру будут делать такой же пример заказывает также такие же потолки то есть с таким качеством как у нас но опять же допустим ты когда заходишь на квартиру ты понимаешь что это премиум-класс еще на черновом этапе или нет нет не понимаешь то есть для для тебя нужно вот мы сейчас с тобой поговорили я тебе рассказал что это будет и ты сразу примерно знаешь сколько это будет стоить примерно до примерно это потолки обойдутся а в комфорт-классе у нас примерно сколько потолки обходятся в среднем среднем обходится где-то 70 90 тысяч то есть и зная вот это ты не думаешь что это премиум-класс здесь как бы сказать здесь премиум-класс да здесь премиум-классе самое лучшее конечно да есть и дороже есть и багетом теневой еврок раз два а что это значит я допустим это уже новая технология когда не одевается вставка идет промежуток зазора 3 сантиметра 3 3 миллиметра ошибаюсь и багет идет темный то есть белый с черным сочетается то есть идет просто мы делали так она на огнях сочи есть видео можно помнить это просто грубо говоря потолок отстает отстает до стены на 3 миллиметра идет зазор тень да и не туда не одевается а я думал мы здесь парящий будем делать это есть парящий лет это теневой теневой а то есть разные понятия есть и него есть парящий а что такое парящий парящий это тот самый багет он отстает от стены на 5 сантиметров и там закладывается лента светодиодная то есть она когда светит когда включаете свет и на светит то есть такой чувство как будто он завис потолке понятно куда он до стены не доходит тоже издает очень классно на кривых стенах будет смотреть ну да и конечно здесь уже надо стены делать ровный так как и найти не вон также как и на парящий потому что это очень будет все видно все будет криво некрасиво будет точно не примем ну ты же понимаешь да почему я это говорю потому что некоторые люди говорят а с чем связано ну они считают что это ну цена завышена то есть а с чем это связано а вот у нас допустим на штукатурка который делает везде практически да вот максимально у него механизированная штукатурка у него бригада он делает очень быстро очень качественно так вот он говорит сулема вот так он говорит что такие требования только у нас больше везде где бы он не работал то такой таких требований как у нас просто нет да ну потолки даже тоже также показывают весь периметр весь периметр показывают как профессионально штукатуре на стену то есть здесь можно также прийти потом при сдаче и все обратить внимание на потолок да я знаю потому что плинтуса и потолок всегда покажет любой косичок даже несколько миллиметров и когда люди говорят мы хотим улучшенную штукатурку по снипом для того чтобы да вы понимали то до двух миллиметров то есть у меня есть зазор это называется улучшенная штукатурка то есть получается что мы делаем даже чуть-чуть лучше чем улучшенную понимаешь если уже удобно что мы сотрудничаем и как бы все это совместно блин а и за сколько мы уже сотрудничаем я я уже даже затрудняюсь и сказать года 45 на рода вот так но друзья удобно то что люди и приточники все другом общаются и знает свое дело с мебельщиками постоянный контакт обзваниваемся все консультируются у каждого есть наш номер то есть удобно очень удобно и до этого доходит качество да да хотел бы сказать очень часто люди задают вопрос о том что нужно вот а как это будет выглядеть вот нужно там я вот видела у вас на видео вы делаете закладную под шкаф а вы делаете вот это вы делаете вот это и в принципе как образуется именно вот это видение да вот этого бруса откуда он взялся это же не то что я пришел к искал что вот здесь нужно брус сделать правильно это это просто слаженная работа всего коллектива ну и соответственно желание ну само собой то есть ты разговариваешь непосредственно закачками потому что чаще всего опять же люди что спросят а как мы будем делать вот то или иное событие какое-то да я говорю да подождите с вами свяжется допустим вот я говорю я сейчас дам телефон михаила да и он с вами свяжется и начнет рассказывать вам уже более подробно то есть у нас есть ирина у нее уже готовый проект с точечными светильниками то есть здесь вообще проблем никаких то есть ты получается вместе со светильниками у нас есть ценник до получается в семьдесят тысяч это средняя на 30 квадратов до 34 до там или сколько 35 квадратов получается обходится вместе со светильниками с закладными со вставкой получается около 2000 потому что раньше мы когда были с тобой разговаривали это было где-то 1200 да у нас все вместе выходила нет еще нет 1200 у нас квадратный метр вместе с потолками со всеми делами то есть вот я часто просто рассказываю о том что натяжной потолок его можно сделать к примеру там за 1200 до имея светильник за 200 рублей и вставку там за 100 120 да да то есть ну мы можно уйти в очень дешевый вариант и при этом получается тут же ты говоришь сейчас что 56 квадратных метров мы сделаем тысяч за 300 то есть ценник то разница очень сильно поэтому друзья ну опять же понимаете почему мы рассчитываем потолок отдельно да потому что неизвестно что мы сделаем мы можем примерно в комфорт классе вот обходится 17000 работа 11000 черновой материал это то что сейчас делается и 1000 рублей подъем который тоже уже пора поднимать потому что грузчики опять в очередной раз подняли второй раз за месяц подняли ценник еще на 100 рублей больше вот такая вот история поэтому когда мы с тобой разговаривали почему я говорю что 1200 был потолок вместе со светильниками из базами то сейчас это уже стоит 2000 рублей сейчас все подорожало люди бывали писали на сайт да на канал рамда ответ один ответ один от того что просто цены поднялись очень космически да и не может никак работать по самым ценам потому что а допустим еще знаю что еще вопросе какой допустим люди хотят сделать ванну керамогранит это как-то влияет на цену влияет почему спрашиваю потому что я знаю могу сказать сразу керамогранит очень очень трудно сверлиться мне не рассказывая устанавливаю потом который сверилит плитку стоит 100 рублей рублей одним не обходишь не знаю какие-то совсем дешевые по я меньше 400 я не беру по крайней мере самый дешевый который вот можно ну и все равно им ни одним не обходишься у меня получается на через каждые 15 сантиметров надо просилить отверстие но это же расходники это расходники которые оплачивает заказчик да да это расходник который оплатит заказчик то есть и выходит на периметр где-то примерно две три четыре тысячи рублей плюс плюсом да и помимо того что ты затрачу что-то время то есть можно санузел делать грубо говоря два часа то есть с обычной плитки мы делаем это за 15-20 минут с керамогранитом и предлагаю всем делать какой-то зазор ну то есть отштукатурить вверх и обойти этот керамогранит то есть работа будет быстрее идти то есть мы также разговариваем с плиточниками где это возможно где это нет не всегда получается и приходится заказчикам оплачивать ну давай в заключении все такие расскажи пожалуйста больше по ценам потому что это наверное самый основной и самый такой то есть из чего давай так по точно из чего состоит потолок то есть комплектация самого потолка считается потолок это идет туда входит это багет ну то есть что такое багет то есть ты рассказывая нет ты рассказывай не мне а рассказывает так чтобы тебя поняли люди багет это та часть куда девается потолок то есть по периметру направляющая крутить вот направляющая по периметру также соответственно покупается туда саморезы какой-то расходный материал чтобы прикрепить этот соответствующий багет вот входит туда также полотно и соответственно натяжка то есть вся работа этого процесса то есть по периметру накручиваем багет тянем потолок то есть и входит это все 100 рублей за квадратный метр да но туда еще не вошли базы туда не вошли сами светильники не вошли брусы под шкаф закладные под ниши что я еще пропустил вентиляция вентиляция там из чего складывается просто сама цена вот именно потолка да это все дух уже работает то есть так как вот ты говорил недавно что мы не можем дать полную сумму потому что не знаем что хочет заказчик ну это правильно то есть а как ты даже зависит от заказчика все заказывают это вот заказывает на 26 тысяч рублей потолок кто-то хочет на 70 у всех своих хотелки разные да да ну понятно в общем давай возьмем стандартную квартиру мы обычно стандарт берем в 30 квадратных метров давай две закладных ниши закладная под шкаф купе точечные светильники то есть по простому там в принципе точечный светильник или стаканчик там разница только в самом светильнике стоимость есть разница в стоимости вот стаканчик допустим там уже идет закладная накладная в обычном споте то есть где там есть кольцо встроена просто да там просто засуну туда есть то есть разница у них 150 рублей то есть закладная накладная это в базе да в базе потому что в светильнике примерно 1000 рублей подвесы проводка там и соответственно также закладная это конструкция то есть вот эта вот база сколько стоит закладная допустим под шкаф-купе под шкаф-купе 2 500 это просто прямая с углами жестко закрепленная так чтобы там двери уже на ней подтягиваться вообще смело на качество то есть она никогда там не это не вопрос если бы не было качество я с вами не работал вот дальше еще микс допустим как ты считаешь шкаф купе лучше крепить на брус допустим двери до либо когда мы делаем большую закладную бетонную для того чтобы такие же двери шкафа купе допустим держали жестче что лучше я думаю разницы нет а я думаю есть потому что у бруса срок службы примерно будет там ну не знаю 15-20 лет а пока в труху превратится бетонная перемычка набирает крепость еще сто лет так что не ну как бы как вариант да когда там с этим брусом что-то случится вот это я на сухо сырости нет влажные соседи трезвые воду не забывают выключать не но на самом деле я же говорю это как бы случай к это как с ламинатом почему-то люди думают что ламинат это хорошее покрытие напольная которая будет служить там 20 лет а срок службы ламината в принципе по его техническим характеристикам всего два-три года гал кто-то говорит а он у меня 10 лет там лежит да ради бога это же классно это же хорошо что у вас 10 лет ламинат лежит керамогранит кладешь на 30 лет нет его положил а потом думаешь вот так чуть-чуть роняешь все все в дребезги но не полы когда когда нет теплых полов не знаю у тебя летом холодный керамогранит при температуре 28 градусов это по твоему а я считаю это лучшим решением это неубиваемости да я тоже не просто по желанию мы знаешь вот мы нам одна из наших заказчиц валентина георгиевна говорила всегда серёжа мне нужен кварц винил он хорош для теплого пола там да 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 вот я я понимаю тебя прекрасно но я прихожу и у нее везде ковры потому что он разный бывает он бывает дорогой который практически как как винил обычный ну как да да варценил где тот же камень окрошка какая-то да и он такой же холодный ну вот деревянный я я это простой линолеум только замковывать ну ладно и так мы отошли от общей темы я просто к чему говорю что у каждого свое мнение кто-то хочет вот так кто-то хочет вот так и в конце да и в конце просто кидает вообще ковры понимаешь на все это дело и как ты говоришь ему холодно ногам и никто не парится и ходит в тапочках все равно понимаешь то есть здесь просто внешний вид и практичность поэтому пока я у каждого это чем отличаются потолки по стоимости по назначению допустим тканевый матовый глянцевый цвет вот как это влияет на ценообразование за лаковые до цена так что такое логовый сначала расскажу есть сюда есть матовый матовый он пупыристый то есть пупыристый как будто как бы он прошелся валиком покажу как валиком легкая шагрень да есть сатин то есть нету блеска на нем гладкий как яйцо нету нету блеска гляне 100 матовый сатин нет это сатин просто садим ну это грубо говоря как просто как сказать матовые гладкие гладкая машина матовая но матовый матовая хорошо матовая гладкая машина то есть она сатиновая она глазка марма чем отличается пупыришками мат матовый сатин он гладкий гладкий идет на нем нет отражения он такой же как глянец но нет отражения хорошо есть каталог можно потом применить как-нибудь и показать люди но ты когда мне делаешь потолки я даже не спрашиваю что там ты приходишь делаешь и уходим и большей части не рекомендую того что все отражается потом в потолке все что у вас лежит внизу все отражается потоки классно склее можно раскидывать делать артура есть потолки фактурные то есть это с разными рисунками есть то есть это не 3d печать не это это просто фактура то есть ракушки какие-то разводят она одноцветная там то есть как обои там один цветок один цветок идет или какой-нибудь один узор по всему и делают еще до делают очень красиво получается и с переливами есть здесь назад уже отошло не не это новое формально изумрудно вообще качество очень обалденно я домой все так у поставил прям восторге вот так вот видишь я отстал от жизни до сих пор да есть ну и 3d 3d печать на 3d печати тоже это самое самое максимальное по по деньгам я считаю это самое максимальное там идет уже от 5 или выше тысяч за квадрат за квадрат то есть это грубо говоря мы наносим на лак квадратный метр там какого-то рисунка бабочки там в комнату детям там грубо говоря но мы делали слушай когда-то очень давно и он дает 3d печать это фото печати 3d печать это разные вещи до 3d печати он смотрится как живое то есть делали мы облака передвигайтесь по квартире смотрите на потолок и у облака за вами что реально это реально есть это видео можно это приложить там фрагменте 5 тысяч за квадрат да там было 8 тысяч за квадрат 8 тысяч за квадрат да и весь потолок мы сейчас с тобой поговорим и уже с премиум и в 300 здесь смотря кто что хочет можно также как и премиум и полы сделать а 3d делает можно да у нас есть специалисты без проблем тоже качественно смотрится так в общем надо надо друзья подвести итог видео уже затянулось я думаю это не вся и даже информация которую мы затронули вот но тем не менее тема очень интересная которую нам нужно было в любом случае обсудить так как сейчас мы уже переходим на чистовые ремонты и сейчас у нас идут продольное освещение то есть у нас уже эти все заказы есть в ближайшее время вы начнете их уже смотреть потому что первые багеты периметр которые крепления натяжного потолка мы уже в некоторых квартирах уже набили для этого сейчас михаил приехал из сочи и будет усиливать скажем так наши и так не без того там хорошие силы но лучше все таки я считаю с проверенным да как шекспир сказал бороться лучше со знакомым злом чем бегством к незнакомому стремится вот поэтому но это я не про зло я имею что лучше с проверенными людьми все-таки получать эффективный результат с минимумом скажем так напряжение вот это это очень даже хороший будет вариант вот так что друзья если у вас в любом случае остались какие-то вопросы мы с радостью напишем так как у нас михаил все равно смотрит канал также как и все наши ребята потому что то что я обещаю на камеру чаще всего чтобы мы не перезваниваться 20 раз все смотрят канал и соответственно исполняют то что мы договариваемся то есть все наши знают то что я обговариваю это что я обещаю на камеру людям эти полезно смотреть канал знаю что будет наперед ну да какие шкафы стоит ли что до выacción кстати полезно да это и заходя а я эту квартиру знаю на вас пришел жить про чистки меньше вопросов ну в общем я об этом примерно и пытался сказать что очень очень важно смотреть канал при чем не только не только нашим сотрудникам но и все мы сами соответственно подписываться ну да вот видишь как как наши наши сотрудники говорят вот так что друзья в общем мы с вами прощаемся пишите в комментариях ставьте лайки если вам это понравилось видео вот и всего доброго пока пока